Никуда не торопимся. Спокойно следим за тиханием. Ветераны Афганистана, ветераны Северного Кавказа. Потом к нам присоединились в 2014 году, в 2015 году присоединились ребята уже, те, кто добровольцы наши, алтайские. Ну а в этом году этот турнир, как бы, мы его немножко расширили. У нас уже несколько лет подряд принимают ребята участие и сотрудники МЧС, сотрудники других силовых структур. С малокалиберной винтовкой или, как ее называют, ласковой мелкашкой, многие из них знакомы еще со школьных лет. Стрельба входила в курс НВП. Ну а повторение пройденного принято начинать с простых заданий. Дистанция стрельбы 50 метров, классическая стрельба, идет упражнение МВ-1, самое простое упражнение, да, три пробных выстрела, пять зачетных, ну в зависимости, потому что стрелки там у нас невысокопрофессиональные стреляют, да, больше это любительское такое соревнование. По федеральным стандартам пулевой стрельбой начинает заниматься с 10 лет. Как говорят спортсмены, такое оружие, в отличие от лазерного, к примеру, учит дисциплине, сдержанности и развивает волевые качества. А еще учит четко видеть перед собой цель во всех смыслах. Для меня самое сложное это эти 50 метров, я думаю, потому что я никогда с 50 метров не стрелял. В принципе, надеюсь на победу. Однако победить, как оказалось, даже ветеранам сложнее всего свои собственные эмоции. Как шутят участники, здесь над головой, конечно, не свистят пули, но это не значит, что адреналина в крови вовсе нет. Как доказательство, порой пробные выстрелы куда лучше зачетных. Впрочем, откровенно в молоко здесь не бил никто. Хотя специально к стрельбам ветераны не готовились. Особенно нет, не готовился. С учетом предыдущих навыков, которые у нас имелись, мы просто их применяем и все. То есть какой-то специальной спортивной подготовки мы не имеем. Для того, чтобы правильно попасть, нужно правильно задержать дыхание или сделать выстрел на выдохе. Также не дерлить курок пальцем, а плавно его спускать. Тогда выстрел может быть уже более четким и результативным. Чтобы распределить награды, участникам понадобилось три часа. Самыми результативными по итогам командного зачета стали представители фонда «Защитники Отечества». На втором месте – «Союз ветеранов Чечни». И третью ступень пьедестала заняла команда Ассоциации «Патриоты Алтая». Ирина Корчагина, Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком.